Всем большой привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал и в этом видео покажу вам свои покупки из магазина ОКЕЙ в июне. Снимаю я в этот раз без штатива, так как у меня его на даче нет. И буду доставать покупки из пакета, как получится. Первое, что достала, это лечи 400 грамм. Производитель то, что надо, это ОКЕЙСКИЕ продукты. Ну, стоит это как-то очень дешево, или 40, чем-то, или 50, чем-то рублей вроде бы. Дальше. Все упаковывали отдельно в пакеты, уж не буду лишний раз шуршать. Кукуруза в зернах 400 грамм. Тоже стоит достаточно дешево. Дальше я взяла шашлык немножко. Но дело в том, что я почему-то не могла найти сначала в ОКЕЙ в этом шашлыки в ведерках. Ну и купила так. И причем у меня явный кретинизм, когда речь касается о граммах. Поэтому я подумала, что грамм 400 нам хватит, когда увидела вот это количество. Что-то меня это уже не порадовало. Поняла, что маловато вроде бы. Но, честно говоря, в этом отделе так по-свински обслуживали, что мне уже не хотелось туда ни за чем обращаться. Кстати, я была в ОКЕЙ, который в торговом центре галереи находится. Около Московского вокзала. Дальше я взяла крабовые палочки. Сделаю салат. Знаю, конечно, что это все не очень полезно. Но, тем не менее, давно не брала и мне захотелось. И, кстати сказать, очень непривычно мне снимать без штатива. Красиво. Навыков у меня таких нет вообще. Купила я зелень. Вот, опять же, неправду говорят, что, например, в магазине Народный плохое качество. В Народном нет ни просрочки, ни прочих залежалых продуктов. В ОКЕЕ же я обнаружила зелень просто уже гнилую. Вот, выбрала вот этот вот укроп. Еще я взяла картошку. Здесь, по-моему, килограмм. И это у нас Азербайджан. Дальше взяла сыр. Итальянское, избранное. Одну любимую лапшу Роллтон. Она мне очень нравится. Ну, и поскольку на даче не осталось никаких запасов, решила взять перец, черный горошек. Взяла то, что надо. Потому что, честно говоря, вчера было не очень классно что-то с желудком. И я поняла, что здесь в аптечке нет никаких лекарств. И главное, нет черного перца, именно чтобы было вот в горошке. Потому что обычно 5-10 горошин, и вообще все отлично. Вот, это я уже взяла домой в Москву. Чай Гринфилд лимонный, потому что что-то он мне нигде не попадался у нас. Ну, как бы в обычных магазинах точно не попадался. На зоне, где я обычно Гринфилд беру, тоже этого вкуса не было. Вот, решила взять здесь. Понадобится майонез. Всегда беру слобода. Ну, он без всяких там вредных добавок. Ну, по крайней мере, в составе они не указаны. А уж как на самом деле, без понятия. И вот такие молочные сосиски ГОСТ. Ну, обычно я как бы в городе беру что-то подороже. Но на даче сойдет и так, там, 100 с небольшим рублей. Можно всегда сделать яичницу, например, или так, как сварить на скорую руку. Взяла ватные палочки, то, что надо. Потому что в дорожной пасметичке они у меня всегда в наличии. Но я люблю, чтобы здесь было в запас. Дальше взяла попробовать вот такой вот паштет деликатесный. Ну, конечно, стоит он, по-моему, 17 рублей. Это очень дешево. Ну, в принципе, как и в Ашане, например. И в Ашане он очень вкусный. Поэтому, может быть, и этот будет тоже. Закончились у меня здесь тряпочки. Вот такие салфетки универсальные. Три штуки. Стоили, по-моему, не знаю, в пределах, наверное, 10 рублей. Я боюсь соврать, конечно. Но очень дешево. Потом взяла рис. То, что надо. Стоил он 30 чем-то рублей за 800 грамм. И что хочу сказать. Вот его даже видно, что он такой чистый, хороший. Потому что обычно такие недорогие крупы, они всегда отличаются тем, что грязные. Взяла на салат помидоры. Но нам на выходные немного нужно. Поэтому три вполне хватит. Также взяла немножко огурцов. Опять же, вот три штуки. Честно говоря, не было даже указано клавиш, на какие нажимать. Это я себе в поезд взяла. Горячий шоколад. Не знаю, как он будет по качеству. Этот шоколад беру впервые. Также у меня здесь закончилась мука. Взяла блинную. Так как не хотелось мне много тащить. Нужна была такая небольшая упаковочка. Была только блинная. Дальше. Захотелось мне пива разливного. Причем я вообще-то не пью. Но очень захотелось. Давно не пила пива. Прям вот решила, что обязательно надо взять. Дальше. Масло. Потому что осталось у нас только с того года масло. Еще я взяла такие бумажные полотенца на кухню. Также производитель. Все, что надо. Или то, что надо, как он там называется. Губки. Тоже все закончились. Я вчера разбиралась. Оказалось, ну, уже все использованы. Ну, и взяла последнее. Вот, что взяла. Это туалетная бумага. Окей. Ромашка. Четыре рулона. И тоже какая-то такая весьма гуманная цена. Ну, наверное, рублей, может быть, сорок. С небольшим. Вот такие были у меня покупки. Ну, помимо этого, вот у меня сумка такая. Макеевская. Большая. Вот. И все покупки у меня вышли на 1300 рублей. Да, я у них еще купила карту, потому как у меня не было ее. Вот. Если видео вам было полезно, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.